Продолжаем говорить о планах казанских юлбарсов на остаток сезона 2020-2021. У меня в студии появляется Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, добрый вечер. Привет, Роман. Что же, давайте еще раз обсудим, что нас ждет в этом году, в 2021, на что смотреть, где играть и все остальное по порядку. Ну, в первую очередь, можно сказать, что для наших студентов приготовлено очень много спортивных мероприятий. У нас ожидает несколько горячих месяцев. Во-первых, основной акцент в феврале и в марте месяце мы делаем на внутривузовский этап чемпионата АССК, отборочный этап. В этом году у нас появились довольно-таки много участников. Стоит отметить, что в отличие от прошлого года мы движемся вперед, расширяемся. Поэтому постараемся для наших студентов подготовить все площадки и провести этот отборочный этап достойно. И чтобы наши лучшие спортсмены представили наш университет, наш студенческий спортивный клуб на всероссийском финале. Кроме этого, у нас запланирована спартакиада. Продолжается спартакиада среди студентов и аспирантов нашего университета. И в апреле месяце у нас стартует спартакиада для студентов первого курса. Эти три крупных мероприятия главные для нас, главные для нашего университета. Поэтому мы приглашаем всех наших студентов принять активное участие. В сюжете вы говорили, что у нас есть пару мероприятий, которые планируются, но пока что под секретом. Не настало ли время раскрыть этот секрет или еще подождем? Я думаю, немного подождем и раскроем секрет по окончанию чемпионата АССК. И тогда можно будет говорить, так как эти мероприятия запланированы на апрель-май месяц. Хорошо, тогда перейдем к АССК, раз уже подвели к этому. Внутриузовский этап – это одно из основных мероприятий Казанского федерального университета в ближайшее время. Так получается, да? Все верно. У нас буквально через неделю стартует отборочный этап по игровым видам спорта. По индивидуальным видам у нас отборочный этап продолжается. Надеемся, что все игры, все встречи мы завершим в срок и подадим отчет для того, чтобы наши коллеги из АССК проверили отчеты и подвели итоги по нашему этапу. По поводу нашего этапа я проанонсирую. Друзья, за ним вы можете следить в нашей программе, на нашем телеканале, также в группе ВКонтакте «Казанских юбарсов». И начнем, получается, с 5-го числа, да? С 5-го февраля жеребьевка в прямом эфире в час дня состоится. Прожеребим мы все игровые виды спорта. Футбол, стритбол и волейбол. 6 жеребьевок нас ждет, так что обязательно подключайтесь. 5-го февраля в час дня мы в прямом эфире пройдем для вас жеребьевку. Ну а сами что ждете от этого мероприятия? Не от жеребьевки, а в целом от АССК. Насколько удачно получится выступить в этом году? Насколько больше команд может поедет на Россию? Ну, если смотреть вообще организацию этого проекта, в первую очередь стоит отметить, что те организаторы от АССК очень хорошо подходят к организации. Этот проект всем нравится. В этом году лично я считаю, что от нашего университета должно все-таки принять участие больше команд, так как есть команды, которые у нас получили прямую путевку по итогам прошлого сезона. Это футболисты наши, волейбол женский. Надеемся, что мы сможем достойно провести внутривузовский этап и отобраться по рейтингу. Ну, кроме этого, и попробовать пройти региональный отборочный этап, для того, чтобы наши команды, тем более, можно сказать, что всероссийский суперфинал будет проходить опять на нашей территории, то есть в городе Казани. Хотелось бы, чтобы наши студенты максимально приняли участие, для того, чтобы получили удовольствие и получили соревновательный опыт с другими спортсменами. Ну, остается пожелать только успехов вашему спортивному клубу и красивой, честной и спортивной борьбы в этом чемпионате. Спасибо. У нас в студии был Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, еще раз большое спасибо, что пришли. Увидимся с вами в пятницу на жребьевке внутривузовского этапа. Спасибо. Продолжение следует...